Платить детские мечты в реальность. Сегодня к благотворительному проекту «Ёлка желаний» президентской платформы «Россия – страна возможностей» присоединился Совет Федерации, а также руководство партии «Единая Россия». Самые заветные новогодние желания ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации, будут исполнены в ближайшие дни или даже уже осуществились. О том, что загадали дети, и как ведущие политики, и лично президент помогли им реализовать задуманное, репортаж Дарьи Окуневой. «Хотелось, чтобы было тёмное, какое-то зелёное и с блёсточками». Сегодня она точно будет блистать. Великолепный макияж и роскошное платье не помешают ни трудной диагнозу пухоль мозга, ни сложное лечение. Ведь это была заветная мечта, увлечённой балетом девочки – под Новый год побывать в Мариинском театре на Лебедином озере. «Захотелось как-то зарядиться атмосферой театра, потому что я ни разу не была в таком прям большом театре». Новогодняя сказка, которую уносят от проблем и даёт силы идти дальше, для Тани стала реальностью благодаря акции «Ёлка желаний» и лично президенту. А Таня на мечте он узнал во время волонтёрского форума «Мы вместе». Налево и пониже. Да, вот это, да. Татьяна Троценко мечтает посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Ставропольский край, 13 лет. Считай, что ты уже в дороге. Акция «Ёлка желаний» помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Достаточно написать письмо на сайт проекта, и волонтёры помогут найти волшебника. Сегодня к акции присоединились и сенаторы. Максим Андреев, 13 лет, мечтает побывать в роли машиниста электропоезда. Замечательно, я обязательно организую такую возможность. Уже исполнено более 20 тысяч желаний. Блестят глаза у пятилетней Маши. Девочка не может ходить, а сегодня впервые в театре. Спектакль сыграли специально для неё, а после – подарки. Буду играться в телефон, а в этом кататься по снегу. Целый игрушечный город получил в подарок от главы Чуваши 4-летний Рома с особенностями развития. Я когда узнала, я была на работе, прям прослезилась. Десятилетняя Даша осталась без ёлок, недавно перенесла операцию на тазобедренном суставе, и праздник будет встречать в кровати, чтобы было не скучно, в подарок ноутбук от партии «Единая Россия». Вот тебе к Новому году такой подарок. Спасибо. Ёлки желаний появились во всех региональных отделениях «Единой России» и в Центральном исполкоме партии. Вера Морозова 4 года верит. Мечтает о кукле. Лично привезу Вере в ту кулу. Оба желания из Петербурга, мальчик, девочка. Планшеты, телефон, понятные детские желания. А ещё подарки под Новый год получат дети врачей. Тех, кому в этом году было особенно тяжело. Волонтёры обещают принести праздник и в красные зоны, и к докторам домой. Если есть возможность напомнить о нашем труде близким детям в виде тех сладких подарков, которые многие, наверное, действительно не смогут в новогоднюю ночь вручить лично, это очень важная и неценимая история. Сам Проценко тоже снял с ёлки шар. Желание 10-летнего Паши – смартфон. Для их семейного бюджета уже который год – недостижимая мечта. И вот сбывается. Я ему просто сказала, помнишь, ты хотел телефон? Он говорит, ну да, хочу до сих пор. А я говорю, ну всё, ждём. Среди тех, кто очень ждёт свой подарок, 7-летний Егор, любитель компьютерных игр. Он написал письмо президенту с просьбой прокатиться на танке Т-90. Т-90 – это самый сильный танк в мире, поэтому я мечтаю на нём прокатиться. Мальчику уже позвонили из Министерства обороны и пригласили на полигон. Дарёва Кунева, Александр Берёзкин, Екатерина Фисенко, Елена Воронцова. Вести.